В ближайшее время распахнет свои двери приемная комиссия и абитуриенты придут поступать в ВУЗы. Вот об этих правилах приема и поговорим прямо сейчас. Сегодня в гостях у нас соответственно секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Сергей Яненко. Сергей Иванович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, много изменений в этом году в КФУ. Это и отмена вечерней формы обучения, и появление новых специальностей. С чем это связано? Вы знаете, высшее образование – это такая же часть нашего общества, нашей системы, которая требует постоянной модернизации. Тем более, федеральный университет последние три года переживает настоящую модернизацию, поскольку он расширяется за счет присоединения ряда крупных ВУЗов в составе. Федерального университета. И вот недавно, буквально в конце этого, 2012 года, к нам присоединилось очень крупное учебное заведение, на обещанах Инека, инженера экономической академии. И, конечно, поэтому у нас структура приема, она меняется. И в значительной степени сейчас у нас появляются новые направления, каких раньше вообще у нас не было. Это медицинское образование, которое является на сегодня важнейшим направлением, можно сказать, прорывным направлением для развития нашего университета, как науки, так и подготовки специалистов нового уровня по шести специальностям медицинским. И вместе с тем у нас формируется очень новое направление, такое современное для нашего университета, это инженерировая подготовка, то есть подготовка инженеров нового поколения, специалистов, именно которые востребованы прежде всего в нашей республике, достаточно с мощной экономикой, машиностроением, автомобилестроением. Поэтому в Наберничинском филиале или у нас в Наберничинском институте у нас будет высшая школа автомобильного инжиниринга. Это очень важное направление, и мы надеемся, что университет закроет вот ту нишу, которая до недавнего времени оставалась практически незанятой, то есть будет выпускать высококвалифицированных специалистов именно для реального сектора экономики. Это очень важно, тем более, что соответствовать моревым тенденциям можно только, естественно, не просто завинчивая гайки или там устанавливая колеса, но прежде всего нужно подготовить специалистов современных по всем циклам вот такого производства, начиная с создания новой продукции и заканчивая ее продвижением на рынке. Вот именно этим будет заниматься в том числе и наш университет, и его институт, Наберничинский институт. Для наших зрителей я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, присоединиться к беседе можете и вы. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 554-30-90. Говорят, в этом году изменились и правила приема, то есть появилась федеральная информационная система. Так будут теперь поступать абитуриенты. Что это значит? Ну, вы знаете, вот, как говорится, здесь больше слухов, чем, ну, такого, больше страшилок, что ли, каких-то. Дело в том, что федеральная информационная система, она появилась не вдруг. Конечно, Министерство образования и науки Российской Федерации в условиях века компетеризации и современных информационных технологий не может не развивать информационную базу по организации приема и обучения в высших учебных заведениях. То есть это естественно. Они формируют базу. Раньше базу основу формировалась за счет наших отчетов, которые вузы представляли. Но понятно, что это уже вчерашний день. Более современная форма отчетности – это заполнение данных в режиме онлайн, начиная с поступления в Казанский университет, в том числе Казанский университет, и заканчивая, так сказать, всеми этапами обучения. Поэтому это вполне естественный шаг, совершенно понятный. К нему мы шли постепенно, потому что последние годы действовала федеральная база данных ФБС, с которой мы работали. То есть мы проверяли все ЕГЭ, уже не так, что принес нам абитуриент данный ЕГЭ, мы поверили на них. А на самом деле мы все через Москву перепроверяли. В прошлом году мы уже распечатки получали из Москвы фактически результатов ЕГЭ. То есть тем самым мы исключали любые подтасовки или фальсификации такого важного документа, как свидетельство ЕГЭ. И в этом году, естественно, делается следующий шаг и очень важный шаг, связанный с тем, что мы уже в режиме онлайн будем отгружать информацию в Москву, в эту федеральную информационную систему ФИС по приему и затем по зачислению. Тем самым, значит, Министерство образования и науки Российской Федерации, Росфобнадзор, получит такой мощный инструмент контроля за этим процессом. И в значительной степени он ослабит возможности каких-либо манипуляций на разных уровнях. Хотя, в принципе, они по нынешней системе, в общем-то, маловероятны. Так как это все построено, мы уже привыкли к этому. Ну, и я должен сказать, что у нас своя информационная система абитуриент в Казанском университете действует уже много лет. Фактически, то, что вводится на уровне России, это уже у нас действует давно. Поэтому для нас такая система не является чем-то таким необычным. Но мы уже давно ведем электронный прием документов в электронной форме. Тем более, что у нас очень много абитуриентов. В прошлом году к нам подали заявление 21 тысяча физических лиц. Если умножим на три заявления, как это разрешено, в один вуз подавать, то получается 60 тысяч заявлений. То есть представьте себе, что без электронной подачи документов мы просто не смогли обработать эту массу данных от абитуриентов. Поэтому вот эта система, которая здесь, она сейчас в значительно модернизированной форме, конечно, такой, которая требуется и для министерства федерального. Вот она сейчас будет действовать. Мы будем работать и посмотрим, что, может быть, даже и нам это на пользу будет. То есть никаких тут сенсаций, скажем, или таких вот, скажем, для нас совершенно нерешаемых проблем не возникает. Для наших зрителей, напоминаю заново, 554-3090 можете присоединиться к беседе и вы. У нас есть один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, если ребенок является призером Олимпиады Высшей школы экономики в Москве по литературе, имеет ли он право, имеет ли он льготы при поступлении на скульте журналистики в КФУ? Ну, вы знаете, конечно, дело в том, что эти Олимпиады, если они включены в перечень федеральных Олимпиад, то есть они дают право, там, в соответствии с уровнем Олимпиад, дают право каждому победителю, призеру реализовывать свои льготы. Но я должен просто напомнить, что льготы по Олимпиаде можно реализовать только в одном ВУЗе и на одно направление подготовки. Потому что физически вы не можете оригинал документов должен представить только в разные ВУЗы, как по ВИТе. Поэтому, так же, как и льготники, льготы вы можете использовать только в одном случае. Если Олимпиада, тем более Московского ВУЗа ведущего, там заняли достойное место, мы в таких ребятах, конечно же, заинтересованы, очень заинтересованы. Поэтому, если говорить о литературе, если у вас по литературе вы призер, то это, если профильный экзамен, то мы можем сделать, значит, засчитываем 100 баллов. А в ряде случаев, если Олимпиада первой категории, например, первого уровня, точнее, самая высокая уровня Олимпиады, можно рассматривать варианты и приемы без ступицы питания. То есть, у нас такая форма предусмотрена для призеров-победителей Всероссийских Олимпиад, школьников, которые проводятся в Министерстве образования и науки Российской Федерации совместно с Оргеном образования регионов Российской Федерации, в том числе Татарстана и других. Вот эти призеры. В этом году у нас 7 выпускников школы Татарстана будут победители-призеры такой Олимпиады. Мы всех и ждем, естественно, в университете. И руководство нашего университета с ними встречалось. И мы ожидаем, что многие из них примут решение поступать именно в Казахстанский университет. И год их ждут. Более того, я должен сказать, что ребята-победители-призеры Всероссийских Олимпиад, школьников, они получат и существенные отбавки к стипендиям. А если вы реализуете тоже льготу, связанную с физико-математическим направлением, естественно, научными рядными направлениями, там мы и платим еще и дополнительные стипендии на первом курсе. Так называемая социальная адаптация стипендия, которая достигает до 100% академической стипендии. Самый горячий вопрос для абитуриентов, наверное, количество бюджетных и коммерческих мест. Ну вот, у меня уже спрашивали этот вопрос по количеству бюджетных и коммерческих мест. Вот, говорят, университет сократилось количество бюджетных мест. Но давайте сухие цифры. В прошлом году, если мы посмотрим, у нас было 4994 бюджетных места. В этом году 4995 бюджетных мест. Как мы скажем, сократилось или увеличилось количество? То есть на одно место как бы выросло. Другое дело, произошло перераспределение бюджетных мест, потому что, опять-таки, ничего неизменного не может быть. Мы долгие годы, например, в Институте вычислительной математики и информационных технологий, бывшем ВМК, очень большой набор осуществляли на прикладную математику и информатику. Но сейчас, кроме прикладной математики и информатики, появился целый набор других очень востребованных, очень интересных направлений подготовки, связанных с IT-технологиями. Поэтому, если раньше у нас там было 120-130 мест, то сейчас осталось 50. А эти места перераспределились по более новым, современным, востребованным направлениям. Поэтому мы должны идти вслед за жизнью, и, естественно, перераспределение бюджетных мест происходит. Ну и потом надо иметь в виду, что у нас общая тенденция, политика, ну, скажем, Министерства образования и науки Российской Федерации, связанная с тем, что максимально сохранять и даже увеличивать объем приема на инженерное направление подготовки и специальности, а также на естественно научное и физико-математическое. Справедливо считаю, что это основа, так сказать, подготовки специалистов высокого уровня. А гуманитарии, по статистике, гуманитарии желают быть многие, и проблема и с конкурсом, и с качеством отбора там вообще особо не стоит. Поэтому именно когда выбирают приоритеты, то на части гуманитарных направленной подготовки количество бюджетных мест сокращается. С чем мы столкнулись в этом году? Но сокращение не такое значительное, я думаю, оно даже не очень будет и заметно. На фоне особенно того, что мы в Казанский федеральный университет примерно 50% набираем на платных, на условиях платных образовательных услуг, то есть платников набираем. Поэтому какие-то там проценты у нас сократили бюджет, мы всегда можем сильных ребят набрать, тех, кто желает именно там учиться, на условиях контрактной подготовки, то есть реализации платных образовательных услуг. Ну, я думаю, местно будет напомнить, когда откроется приемная комиссия и по какому адресу приходить абитуриентам. Может быть, есть телефон горячей линии, чтобы они могли задать вопросы? Ну, во-первых, я должен сказать, что приемная комиссия Казанский федеральный университет никогда не закрывается. Потому что сейчас приемная комиссия не может работать, например, только на период подачи документов и зачтления. Если так будет в таком режиме работы приемная комиссия, то она вряд ли кого серьезно наберет. Мы работаем практически с первого дня после зачисления. Вот с 2012 года мы зачислили студентов. Последний приказ большой у нас был издан 20 августа 2012 года. И вот после 20 августа без каких-либо особых раскачек мы уже начали работать на новый прием 2013 года. Если мы посмотрим все этапы, которые прошли за 2012-2013 учебный год, то сделано достаточно много в этом году в разных областях, в том числе информационных и рекламных направлениях. Конкретно крупным проектом мы провели со школьниками. В общем-то, сейчас мы можем прямо сказать, что каждый школьник, выпускник этого года, Республика Тастан уж точно работал на нашем сайте. И он знает прекрасно портал Казанского федерального университета. И все знают ресурс, которым они работают. Это abiturian.kpfu.ru. То есть оттуда именно тот ресурс, через который будут попадать документы. Спасибо большое, что уделили нам время. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. А далее не пропустите фрагменты в вестях трансляции брифинга по пляжам. Оставайтесь с нами. И вам спасибо. Спасибо. Ой. Все.